Есть ли жизнь после смерти и какой возраст больше подходит для принятия саньясы? Слово «саньяс» или «брамачарья» означает «встать на путь божественного». Какой возраст считается подходящим? Мне кажется, это первый шаг, который вы должны сделать в своей жизни. Какой возраст подходит для вступления в брак? Это зависит от социальных ситуаций. Но самое главное, подобные мысли приходят к вам только потому, что до 10, 11, 12, возможно, 13 лет вы были в порядке. Но вот внезапно этот химический коктейль гормонов попал в вашу систему. И вдруг все стало выглядеть иначе. Однажды Шанкаран Пилай вернулся с вечеринки и сказал жене, «Знаешь, алкоголь делает тебя такой красивой». Жена ответила, «Я же ни капли не выпила». «Ты — нет, а я — да». Немного гормонов в вашей системе, и вдруг все начинает выглядеть по-другому. Когда эти гормоны улетучиваются из вашей системы, вы оглядываетесь на свою жизнь и думаете, «Я что, действительно так себя вел?» до их появления все выглядело определенным образом, и после окончания их действия прежнее восприятие вернулось. Но в промежутке, пока ваши гормоны бушуют, все выглядит совершенно по-другому. Очень немногие люди способны отстраниться от этой бурой гормонов и воспринимать жизнь такой, как она есть, наслаждаясь гормонами только в той мере, в какой это необходимо. Все остальные оказываются под их властью и выстраивают свои жизни вокруг них. Саньяса означает лишь то, что вы не создаете свою жизнь вокруг временного влияния химических веществ на вашу систему. Это подобно легкому опьянению. Внезапно все выглядит по-другому. Когда я должен преодолеть все это, Саньяса — не процесс подавления или отрицания. это процесс выхода за пределы ограничений. Когда вы должны выйти за пределы своих ограничений? Как можно быстрее? Да? Когда вы должны подавлять? Никогда. Потому что подавление — это не решение. Выйти за пределы — вот решение. И это не просто решение, но выход за пределы самой проблемы. Поэтому всякий раз, когда мы оказываемся в ловушке наших ограничений, мы начинаем думать, что это ограничение — единственная реальность. Это не единственная реальность. Вспомните, когда вы были ребенком, вы не знали сексуальности и не было разговоров о том, чтобы выйти за пределы проблемы. Не так ли? Да? Но когда произошел всплеск гормонов, природа... Не верьте всем забавным вещам, которые происходят внутри вас, и всем романтическим мыслям, которые приходят вам в голову. Природа просто обеспокоена воспроизведением рода. Вы не станете заниматься этим без стимула. С рождением ребенка связано столько боли, но планета все равно перенаселена. Этого бы не произошло без достаточного стимула изнутри. Вы стимулированы изнутри, саботированы изнутри. Стоит гормонам захватить ваш интеллект, куда бы вы ни посмотрели, вы видите только это. Требуется определенный уровень осознанности и способности смотреть за пределы этого. Это не отрицание, а способность видеть за пределами. Как только вы выйдете за пределы, вы увидите всю ограниченность этого. Тому, что ограничено, следует уделять ограниченное внимание. Не стоит вкладывать в это всю свою жизнь, не так ли? Да. Небольшой аспект вашей жизни не должен привлекать много внимания. Если это распространится на все ваше сознание, жизнь станет очень ограниченной. Саньяса — это осознание этого, а также способность выйти за пределы. Теперь вы хотите еще и узнать, что происходит после смерти. Я думаю, что некоторые вещи лучше всего познавать на собственном опыте. Подобно супружеству. Лучше узнать о нем на собственном опыте. Люди говорили вам много всего, но на опыте все оказалось по-другому. Не так ли? Потому что таков ваш опыт. Так что это всегда было так. Люди всегда шли этим путем. Стоит перед вами появиться тому, кто является гуру или называет себя таковым. Первое, что вы спрашиваете, что такое жизнь? Что такое смерть? Я хочу, чтобы вы немного глубже посмотрели на свой вопрос и увидели, о чем на самом деле вы спрашиваете. Вы спрашиваете, какова природа моей жизни? Не так ли? Когда вы спрашиваете, что такое смерть? Куда я попаду после? Вы хотите знать, какова природа этого, что произойдет за пределами этого тела. Так что вы спрашиваете, кто я такой? А я спрашиваю, почему вы задаете этот вопрос мне? Если вы выйдете на улицу и спросите кого-нибудь, кто ты такой, кто ты такой, тогда ничего. Но если вы выйдете на улицу и спросите кого-нибудь, кто я, вас тут же арестуют. был такой случай в аэропорту Танцинате. Люди стоят в очереди у стойки регистрации. Подходит один мужчина, проходит мимо всей очереди и направляется прямо к даме за стойкой. Она говорит ему, «Сэр, пожалуйста, встаньте в очередь, все стоят в очереди». Он сказал, «Нет, нет, я спешу, зарегистрируйте меня». Она ответила, «Все спешат, пожалуйста, встаньте в очередь». Тогда он повысил голос и сказал, «Да вы знаете, кто я такой». Дама тут же взяла микрофон и сказала, «Здесь человек, который не знает, кто он такой. Кто-нибудь может ему помочь?» Вы сейчас живы. Если вы хотите познать, что это такое, вам следует искать именно здесь, а не где-то еще. Но, к сожалению, вы со мной. Если бы вы были с правильными духовными людьми, они бы сказали вам, «Вы — атман, вы — всепроникающий, вы — вечный, вы — воплощение Бога». Вы хотите услышать такую чушь от меня? Они бы вам все это рассказали. Не думайте, что я сбиваю вас с толку. Мне не нужно прилагать усилий. Вы уже сбиты с толку. Нужно ли мне прилагать какие-либо усилия в этом направлении? Мне не нужно прилагать никаких усилий. Вы совершенно сбиты с толку, не так ли? Но замешательство все же лучше, чем глупые умозаключения. Да? Замешательство немного лучше, чем глупые умозаключения, которые вы сделали. Умозаключение означает смерть. Замешательство означает, что еще есть возможность. Да или нет? Замешательство означает, что все еще есть возможность. Вы все еще ищете. Умозаключение это смерть. С вами покончено. Вас можно вычеркнуть. Я Атман. С вами покончено. Так что же произойдет после смерти? Мы узнаем через некоторое время. Но что происходит сейчас? Если вы съедите банан, он превратится в человека. Прямо сейчас происходит нечто феноменальное, не так ли? Давайте разберемся в том, что происходит сейчас. Здесь внутри есть нечто, что способно превратить кусок хлеба в человека. Мы должны разобраться в том, что происходит сейчас. Если вы понимаете, если вы переживаете то, что происходит сейчас за пределами вашей физической природы, то даже после того, как тело не станет, вы все равно будете знать, что происходит. Если вы не способны познать это сейчас, как вы узнаете, что произойдет после смерти? Если вы ищете духовности для утешения или для развлечения, вы просто пришли не в то место. Я здесь не для того, чтобы развлекать или утешать вас. Если вы ищете решение, мы можем указать вам путь, но не ответ. Понимаете, у меня нет ответа ни на один из вопросов, что вы задаете. Если вопрос истинный, если вопрос искренний, если боль неведения разрывает вас на части, если боль незнания действительно мучает вас, тогда я могу дать вам метод, я могу дать вам путь, чтобы найти решение. Но у меня нет ответов, потому что все ответы — это просто истории, либо для утешения, либо для развлечения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok